Ну, вы знаете, после выступления Геры это действительно было счастливейшее из премьер и счастливейшее время нашего творчества, но оно не закончилось так. Герочка решил поселиться в наших местах, до сих пор ещё не тронутых до конца, ну, вещами, которые нам не нравятся в Москве. Там чистые души. Гера покупает дом. Дядя Саша пушистый одуванчик, продаёт дом и говорит, Герарс Вячеславович, дом я тебе решил продать, но он у меня плохой. Тот говорит, ну что, дядя Саша, дом заменчай. Не-не, печи никуда не годятся. Так, ладно, печи ерунда. А у меня дырка над входом. Гера поднимает голову, говорит, дырки не вижу. Осмелевший дядя Саша говорит, тысшу недорого. Старыми деньгами, а у Геры тут три тысячи. Гера говорит, за тысячи не могу. Возьми полторы. Дядя Саша пугается, говорит, за что полторы? Он говорит, не знаю, но возьми. Дядя Саша говорит, ну, если только в другой карман. И ещё мне хотелось бы про одного человека, который ещё, слава богу, ему много очень лет. Ну, телеграмму, которую прислал наш поджигатель, вы, конечно, все знаете. Нам спалили дом, и поджигатель прислал. Дом сгорел, целую, Гена. Я говорю, нет, это что ж вы наделали? Они говорят, вся паната, и стройся. Мы тебе не по злобе, мы тебе по пьяни. Я говорю, нет, это что же вы, дорогие мои, по пьяни? Вы что, пить-то бросите? Они говорят, нет, нельзя. Антерия лопнет. Такая у нас деревня. Деревня сказочная. Я потом расскажу про Романовича, но она потрясающая. Оставляю дочку с соседкой Верой. Приезжаю, Ирка зелёного цвета говорит, не оставляй меня больше. Я говорю, что, послушай, что она говорит. Я говорю, Вера, милая, что ты наговорила? А ничего, Степан, я только сказал, что у нас весной по Волге вот так утопленники плывут. Семьями. Усе в валенках. Ну, носов нет, рыбы съели. Это соседка справа. А слева Катюша говорит, Степана, остановись. Я говорю, что такое? Мне говорили, не думай. Ну, я думала зимой. И у меня мозги к уху поплыли. У меня правое ухо не слышать, а к левому мозги плывут. Я Василию Григорьевичу мужу говорю, Вася, глянь, плывут или нет? Он долго глядел, говорит, Катюша, плывут. Две соседки пьют чай. Вдруг собака громадная выбегает. Одна говорит, что это за собака такая громадная? Клавочка. Она говорит, какая же это собака? Это же соседкина мать. Я ее в лицо узнал. Вот что у нас за сказочная деревня до сих пор. Потому что там еще... Вот я про Романовича скажу и уже кончу, потому что это нескончаемый ряд рассказов. Я говорю, Романович, тебе не стыдно такой дом-то иметь хуже всех в деревне? Он говорит, Карочка, я вот как на пенсию выходил, думал, что у меня 120 на книжке, а оказал с 80. Я говорю, тебе не стыдно? 18 лет председатель колхоза. Колхоз на хорошем счету. А у тебя ужас что, смотреть не на что. Он говорит, нет, Карочка. Я, знаешь, сколько в Австрии в войну денег накопил? Не сосчитать. И чувствую, Карочка, порчусь. Я истратил, с тех пор не завожу. А зачем они деньги? Смотри, пчелки у меня, цветочки. Укроп-то у тебя опять не уродился? Возьми у меня. В гробу Карочка карманов нет. Вот они еще живы, наши старики там. И чудо, что их сердца сливаются с Герардом, народным артистом. Как они обожают Зыкину. Она сегодня не смогла прийти. Вы представить себе не можете, в каком раю мы живем. Все, я кончила. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ